Формула обращения Мёбиуса. Функция Мёбиуса и формула обращения Мёбиуса. Не слыхали, да? Ну, речь не идет о том, что кто-то обращает Мёбиуса в свою веру, да? Наверное, Мёбиус научился что-то там обращать. Значит, я боюсь, что подробных доказательств сегодня, конечно, не привезу, но это еще одна заграфка под Курсеру, конечно, потому что там про это очень много интересного рассказывается. И сейчас комбинаторную постановку я расскажу. Она будет технически намного проще, конечно, чем разговор про гиперграфы, но зато метод, с помощью которого она решается, в общем, довольно хитрый. Значит, постановка такая, смотрите, есть колфавит. Зовем его Х, и он состоит из каких-то букв. Ну, букв В, скажем, В1 и так далее, В с индексом R. Ну, если вам такой уровень абстракции, опять же, кажется страшным, ну, считайте, что здесь русский алфавит, состоящий из 33 букв от А до Я. То есть В1 это А, В2 это В, ВР это Я, и Р равняется 33. Конкретный пример ситуации, которая укладывается в пока существующую у нас постановку. Так, вот есть такой алфавит. Простой вопрос. Сколько можно придумать слов, состоящих из букв этого алфавита, так, чтобы каждая из них имела длину R? R это тоже некоторое заданное число. 10, 30, так? Да, совершенно замечательный ответ на этот вопрос очень простой. Это действительно R в степени N. Это очень похоже на то, как мы сегодня 2 в 30-й считали. Понятно, что на первую позицию мы можем поставить любую из этих букв. Всего у нас есть R способов зафиксировать первую букву в слове. Вторую букву мы можем тоже выбрать, любую из этих R. Давайте, A1 это какая-то первая буква, и для нее есть R варианты для выбора первой буквы слова. A1 это какая-то буква из наших B1 и так далее, B. Потом мы ставим вслед за ней A2, и для нее тоже есть R варианты. И так далее. Вот да, с инвексом N, для которой тоже есть R варианты. По правилам умножения получаем ответ R в степени N. Вопрос, как видно, не стоит выеденного яйца. Просто, да? А теперь давайте немножко модифицируем вопрос. Давайте немножко модифицируем вопрос. Давайте возьмем и зациклим наши слова. Давайте возьмем и зациклим наши слова. Что значит зациклим? Вот у нас есть какое-то слово А1, А2 и так далее, АН. Давайте просто возьмем и расположим его буквы по циклу, в вершинах такого цикла. Вот так, А1, стрелочка, А2, стрелочка, А3, так далее, АН, и из АН идет стрелочка в АТЕ. Вот мы рисуем такой цикл из слова. Ну давайте пример, чтобы было понятно. В этом месте очень люблю рассматривать вот такой алфавит, состоящий всего из трех символов. То есть R здесь равняется тройке. B1 это вот это С большое, B2 это О большое, и B3 это H большое. Ну и если хотите, можете считать это русскими буквами СОН, конечно, как вам больше нравится. Давайте N будем считать равным четырем, и попробуем разобраться, что из себя представляют в этом случае такие циклические слова. Ну вот смотрите, есть обычное слово, ну как хотите его читать, СОСО или СОСО. Вот, есть такое слово, да? Давайте его нарисуем по циклу. СО. 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 Теперь давайте возьмем другое слово. О, С, О, С. Тоже самое. А цикл получится тот же самый. Вот я сейчас нарисую. О, С, О, С. Вы посмотрите, ну чем эти циклы отличаются? Ну они же совмещаются друг в дружу, правильно? Какая разница, где на плоскости я эти буквы поставил? Как объект геометрический, это вообще одно и то же, правильно? То есть, видите, эти слова разные, а циклические слова, которые ему отвечают, одинаковые. Вот это вот не равно, а вот это очевидно совпадает. Но я вам сейчас еще более хитрый пример приведу. Вот такой, СО, С, А. Видите, в нем вроде как повторяющиеся буквы, точно так же, как это было в СО, СО, да? Тем не менее, смотрите, вот результат зацикливания СО, С, А. А если я возьму О, С, А, С, то поменяется цикл как-нибудь? Правда же, да нет, да? Но цикл-то останется тем же самым, но слово вроде другое, а цикл тот же самый. Давайте возьмем вот такое, С, А, С, О. Смотрите, С, А, С, О, тот же самый цикл. Ну, давайте возьмем, наконец, А, С, О, С. А, С, О, С, тот же самый цикл. Верно? Видите, они, все четыре вот этих разных слова, которые здесь, вот в этом R в степени R, все учитываются по отдельности. Вот все они порождают один и тот же цикл, одно и то же циклическое слово. Ну, да, посылат понятен? То есть есть неприятность. Если мы хотим посчитать количество всех циклических слов, то очевидно, что даже нельзя взять вот это R в степени R на что-нибудь одно поделить. Потому что для некоторых слов есть только два варианта, для некоторых слов есть четыре варианта, и на что делить совершенно непонятно. То есть задача состоит в том, чтобы отыскать количество, давайте вот так обозначим, TR от N, количество всех циклических слов длины N над алфавитом X. Над алфавитом X. Как это отыскать? Ну, мне кажется, что я продемонстрировал, что эта задача не вполне тривиальная, мягко выражаясь, правда? Теперь за оставшееся время я вам расскажу некую очень красивую теорию, которая призвана помочь решить эту задачу. Но полностью задачу не решу, а только дам ответ в итоге. Вот если послушаете курс Р, тогда все услышите. Давайте, так, друзья, сейчас мы сделаем некоторое совершенно такое отступление, которое, по идее, ну вообще непонятно, какое имеет отношение к этим циклическим словам. Я вам сейчас напомню, например, такой факт, который называется основная теорема арифметики. Слышали такой факт? Есть такое утверждение, называется основная теорема арифметики. Основная теорема арифметики. Ну, что такое простые числа, я думаю, абсолютно все присутствующие знают, но на самом деле хорошо могут не знать. Дело в том, что единица, внимание, это непростое число. В остальном вы, конечно, знаете, простые числа, это те, которые делятся на себя, и на один, и больше ни на что. Но вот единица при этом простым числом не является, это очень важно. Так вот, основная теорема арифметики утверждает следующее. Пусть дано натуральное число, которое не меньше двойки. Видите, я от единицы отделился. Тогда существует и единственный способ представить n вот в таком вот виде. p1 в степени альфа 1, p2 в степени альфа 2 и так далее. ps в степени альфа s, где p и t это простые числа, вот именно что не равные единице, а альфа и t это натуральные числа, а альфа и t какие-то натуральные. Ну, смотрите, действительно, давайте разбираться. Что такое двойка? Я не буду доказывать эту теорему, это довольно долго, это явно не цель. Но что такое двойка? Двойка это просто 2 в первой степени, совершенно верно. То есть здесь простое число 2 возводится в натуральную степень 1. И никакого другого способа записать двойку в виде произведения степеней простых, конечно, не существует. Например, потому что единица не является простым числом. Дальше давайте точно так же запишем двойку. Как 3 в первой степени, легко проверить, что никаких других записей нет. 4 это 2 в квадрате, 5 это 5 в первой степени, 6 это 2 в первой, умножить на 3 в первой. И, конечно, вы можете это произведение записать в другом порядке, но это не важно. Главное, сам набор простых и их степеней. Вот он однозначно определяется числом 6. Если вы потыкаетесь и попробуете нарисовать какое-то другое произведение, вам, конечно, это не удастся. Другой разговор, что это надо строго доказывать. И вот тут я хочу вас предостеречь. Несмотря на интуитивную очевидность этого утверждения, я очень вас призываю уметь его доказывать. Доказывать оно совсем непросто. Но я сейчас этого делать не буду. Вот. Ну, 7 равняется 7 в первой, 8 равняется 2 в кубе, 9 равняется 3 в квадрате, 10 равняется 2 в первой на 5 в первой, 11 это 11 в первой степени, 12 это 2 в квадрате на 3 в первой, ну и так далее. В общем, каждое число можно однозначно представить в виде произведения некоторых степеней простых чисел. Есть такая замечательная функция, которая носит имя Мёдиуса, и тоже, кстати, обозначается греческой буквой, друзья. Сегодня нам с вами везет на это дело. Чтобы она на внешне даже на хи немножко похожа. Она тоже рисуется вот так, из хвостика. Называется мю. Мю. Видите, я вас научил сегодня, как пишется ню, теперь пишу мю. Значит, мю от n. Так называемая функция Мёдиуса. Функция Мёдиуса, она определяется хитро, в зависимости от того, чему равняется n. Вот эта фигурная скобка означает, что у нас сейчас будет несколько вариантов. Функция Мёдиуса, смотрите, вот если, а, давайте так, она равняется единице, если n равно 1. Она равняется минус 1 в с той степени, если n равняется p1 в первой, p2 в первой, умножить и так далее, умножить на ps. Вот, если n представляется в виде произведения первых степеней каких-то простых чисел, тогда ню от n полагается по определению равной минус 1 в степени s. Где s это количество этих простых. И нулю она равняется во всех остальных случаях, если n любое другое. Ну, давайте поучимся считать значение функции Мёдиуса. Вот, смотрите сюда. Так, чему равняется мёд? Потому что, смотрите, двойка это ровно одно простое число в первой степени. Видите, одно простое число в первой степени. Поэтому минус 1 в первой это как раз минус 1. Мёд 2 это минус 1 в первой степени, это минус 1. Точно так же, мёд 3 это минус 1 в первой степени, то есть минус 1. Внимание, а чему равняется мёд 4? Нулю. Нулю, правильно, да. Потому что 4 это дважды 2. Это не произведение разных простых, а это квадрат одного простого. И 4 уж, конечно, не единица. Так, мёд 5, как и от любого простого числа, это минус 1. Это мы уже вроде поняли. Мёд 6? 1, потому что это минус 1 в квадрате. Это 1. Мёд 7 это минус 1. Мёд 8 это 0. Мёд 9 тоже 0. Мёд 10 единица и так далее. Осознаётся определить? Сейчас я вам кое-что все-таки такое очень интересное торжество. Давайте назовём это теоремой. А! Сейчас, сейчас, сейчас. Так, тут надо только очень аккуратно рассказывать, чтобы народ не испугался каких-то обозначений. Сейчас я соображу. Значит, давайте... Нет, прежде чем давать теорему, я всё-таки несколько слов скажу. Значит, пусть дано число n. Дано число n. Ну, что такое его делители, я думаю, все понимают. Вот дано число n, 12, например. Что является его делителем? 1, 2, 3, 4, 6, 12, да? То есть, я хочу подчеркнуть, что если мы говорим о делителям числа, то мы вовсе не подразумеваем, что это простые делители. Или что это элементы вот в том разложении, о котором я говорил. Нет, это все делители. Все возможные числа, которые являются делителями числа n. И единица, и само n, и все промежуточные, которые делят n. Это всё нас интересует. Вот пусть дано какое-то число n. Давайте вот так вот. Это довольно страшно выглядит для неподготовленного слушателя. Но мы же сейчас дадим определение, и всё будет понятно. Давайте вот так вот обозначать сумму значений функции Мербиуса функции Мербиуса по всем делителям числа n. Делителям числа n. Например, давайте, чтобы было совершенно понятно. Например, вот такая вот запись, сумма по всем делителям числа 12 значений мю от d. Это есть не что иное, как что. Надо взять мю от единицы, потому что единица является делителем числа 12. Прибавить мю от двойки, потому что двойка является делителем числа 12. Прибавить мю от тройки. Прибавить мю от четвёрки. Всё по той же причине. А вот мю от пятёрки не прибавлять, потому что пятерка не числится среди делителей числа 12. Прибавляем следующее, мю от 6. И последнее слагаемое, это мю от 12. Все, никаких других слагаемых тут нет. Вот эта запись по определению означает то, что написано справа. Мы перебираем все возможные делители числа 12, каждый из них подставляем сюда и складываем. Вот это вот просто такая короткая запись. Друзья, чисто на уровне определения, поднимите руки, кто понимает, что происходит. Это хорошо. Потому что я все-таки хотел бы сформулировать, даже доказать, следующую, вполне симпатичную теорему. Это, наверное, последнее, что я успею доказать, хотя посмотрим. Так. Теорему. Ну да, я понимаю, но мне еще довольно много хочется сказать, даже, может быть, и без доказательств. Значит, сумма по d, делящим n, мю от d. Ну, я написал ровно то, что писал здесь, только n теперь у меня совершенно произвольное. Оказывается, что эта сумма, она устроена очень мило. Она принимает всего два значения. Она равна единице, если n равно единице, и нулю во всех остальных случаях. Если n больше одного строка, тогда эта сумма всегда равна нулю. Это очень удобное свойство. Ну, продемонстрировать это на примере, наверное, не составляет никакого труда. Давайте, смотрите. Действительно, если n равно одному, то сумма по всем делителям числа n, мю от d, это, извините, есть просто мю от единицы, потому что у единицы никаких других делителей, кроме нее самой, нету. Правда же? Просуммировать по всем делителям единицы, это значит просто взять единицы и все. Понятно? А мю от единицы по определению это 1. То есть вот этот случай мы доказали, но это не впечатляет. Дальше я могу, конечно, взять n равное 2. А давайте я возьму просто для примера, чтобы вам было совсем понятно. И написать сумму по делителям числа n, мю от d, это есть мю от единицы, плюс мю от двойки, потому что таковы делители числа 2, кроме единицы и двойки никаких других у него, конечно, нету. Это у нас 1 по определению, а это минус 1, как мы с вами считали. Х, 0 получился, повезло. Если мы возьмем n равное 3, то сумма по делителям числа n, мю от d, это будет, конечно, мю от единицы прибавить мю от тройки. Но это снова 1, а это снова минус 1. То есть опять 0. Надо же какое-то совпадение. Опять повезло. Или, может, закономерность? Но вот мы утверждаем, что это закономерность. То есть утверждается, что это верно вообще для любого n. 0 будет всегда получаться. Это очень полезно. Но давайте я попробую объяснить. Не знаю, как у меня это получится. Но тут все-таки надо поднапрячься немножко. Хотя, в принципе, все не сложно. Так, друзья, чтобы хоть у кого-нибудь катарсис случился в конце, давайте так. Я у вас сначала спрошу, знаете ли, вот такое токисство комбинаторное? Чему это равняется? К тому? Ну, единица это равняется, только если сравняется нулю. Значит, ой, а я неправильно написал последнее слагаемое. Сейчас, наверное, сзади. Вот так, минус 1 в s на c из s по s. То есть последнее слагаемое идет со знаком минус, если s нечетное, и со знаком плюс, если s четное. Вот эта штука, она равна нулю для всех s, для любого s больше не равна единица. Они уже не слышали такого творчества, как интересно. Ну ничего, да, это нормально бывает. Смотрите, а вот так вот. Знаете вы? Вот такой факт. Как x плюс y возводить в s в степени? Бином Ньютона. Бином Ньютона знаете, да? Ну смотрите, как его возводят. x в s, да? Дальше надо прибавить c из s по единице на x в s минус 1 на y. Согласны? Так устроен бином? Так, дальше надо прибавить c из s по двойке на x в s минус 2 на y в квадрате. И так далее. c из s по s минус 1 на x на y в s минус 1 плюс y в s. Так, вот с этим все согласны, да? Бином все почти ставят. Круто. Смотрите. Такой фокус сейчас будет. Во-первых, заметьте, что вот эта единица, которая стоит в качестве коэффициента при x в степени s. Это можно написать как c из s по нулю. c из s по нулю всегда равна единице. При любом x. Это я надеюсь, понятно. c из s по нулю. Здесь мы пишем c из s по нулю. Это тоже единица. А фокус не в этом. Давайте напишем вот такую штуку. 1 прибавить минус 1. И все это в с той степени. То есть x равняется единице, а y равняется минус единице. Вот просто давайте возьмем и в наш бино подставим вместо x на единицу, а вместо y минус единица. Ну, конечно, с одной стороны получится 0, правда же? Потому что из единицы вычитаем 1 и возводим в с той степени. А с другой стороны, давайте смотреть, c из s по нулю умножить на 1 в с той. Так? x в с той. Смотрите, x это единица. Возводим в с той степени. Так. Следующее слагаемое какое будет? Плюс c из s по единице на x в с минус 1. Это опять 1. Но еще надо умножить на y. То есть надо вычесть, да? Товарищи, вы успеваете за мысль? Давайте сюда подставлять. Плюс c из s по 2. На x в с минус 2, то есть на единицу в степени s минус 2. На единицу. Дальше на y в квадрате, то есть на минус 1 в квадрате. Все, получили. Плюс c из s по 2. Ну и так далее. Последнее слагаемое какое? Смотрите сюда. c из s по единице. А y у нас по-прежнему минус 1. Минус 1 в с той. Вот. Это в точности то, что я здесь написал. И оно получилось равно 0. Так, поднимите руки, кто успел уследить о произошедшем. Ну это красиво. Такое стандартное одностоство. Спасибо. Большинство успели. Осознайте, это очень симпатично. Сейчас попробуем к этому тождеству, если сил хватит, сейчас попробуем к этому тождеству свести наше утверждение. Ну, сейчас попробуем. Так. Ну что ж, пусть теперь n больше м равно 2. В случае, когда n равняется единице, мы рассмотрели. Там все было просто. Давайте теперь считать, что n не меньше 2. Тогда применима основная теорема архитектики. Тогда мы однозначно можем записать n в виде p1 в степени альфа 1, p2 в степени альфа 2 и так далее, pс в степени альфа s. Я понимаю, что вам трудно мыслить такими абстракциями, поэтому, чтобы вам было легче, представляете себе, например, какое-нибудь конкретное число. Ну, скажем, 12. 12 это 2 в квадрате на 3 в первой, да? Вот так себе его где-то там. Представляете? А вот как рассуждаем в общем случае. Так, сейчас нужно еще поднапрячься немножко и попробовать осознать, как выглядит произвольный делитель числа n записанного в таком виде. Вот смотрите, что значит, что d делит число n. Вот такое утверждение d делит число n. Как тогда можно записать d в каком виде? Оставка в виде. А? Оставка в виде. Не, 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 ну подождите, ну d является делителем вот такого числа. Ну, представляете, 2 в квадрате на 3 в первой. Какие бывают делители? Ну, бывает собственно 2 в квадрате на 3 в первой. Это самое. Оно же служит делителем самого себя, правильно? Бывает вот такой делитель 2 в первой на 3 в первой, правда? Бывает делитель 2 в квадрате на 3 в нулевой. бывает делитель 2 в первой на 3 в нулевой. Бывает делитель 2 в нулевой на 3 в нулевой. Это как раз единица. Согласны, что я перечислил все делители? Ну, вот у меня было число 2 в квадрате на 3 в первой. Я перечисляю делители. Есть делитель собственно оно, есть делитель 2 в первой на 3 в нулевой, есть 2 в квадрате на 3 в нулевой, есть 2 в первой на 3 в нулевой, 2 в нулевой на 3 в нулевой. У нас больше никаких не бывает. 2 в нулевой на 3 в первой. Кого пропустил? 2 в нулевой на 3 в первой. А, что? 2 в нулевой на 3 в первой. 2 в нулевой на 3 в первой, да? А, я тут несколько пропустил еще. А, все, все, вот только это, да? О, ну, значит, вы понимаете. Значит, понимание у аудитории есть. Вот это я пропустил. Сейчас, ну это все теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, один, два, три, четыре, шесть, двенадцать. Да. Вот главное понимать, что если у нас число D является делителем числа N, то оно само может быть записано вот так. Так, P1 в степени β1, P2 в степени β2 и так далее, PS в степени βs. Ну, я вот на примере это продемонстрирую. Любой делитель числа N, вот такого числа N, это число указано где 0 меньше равняется β1, меньше равняется α1 и так далее. 0 меньше равняется βs, меньше равняется αs. Понятно? Я просто вот в таком виде записал каждый делитель. Так, следующий момент, который нужно осознать. Мы-то будем суммировать вот эти вот значения, μ от D, то есть μ от вот такого числа. но согласитесь, оно очень часто будет равняться 0. Понимаете, да? Когда оно будет равняться 0? Когда хотя бы одна из β больше не равна двойки, правильно? Давайте я это напишу. Ну, очевидно, просто по определению, μ от D равняется 0, если хотя бы одно из чисел β, из чисел β и t, не меньше двойки. Не меньше двойки. Во всех остальных случаях, конечно, она не будет равна 0. Но в этих ситуациях μ от D равняется 0. И стало быть, нас такие d просто не интересуют. Нам же нужна сумма. Ну, а зачем нам нулевые слагаемые? Они никакого вклада в итоговое значение суммы не дадут, правда? То есть мы забьем, что называется, на все d, у которых есть хотя бы одна β больше либо равная двойки. Можно? Или непонятно? Можно. Ну, давайте я это саду. Останутся в сумме после вот этой операции забивания, да? Останутся в сумме только те d, только те числа d, у которых каждая β и t это либо единичка, либо 0. Либо 1, либо 0. Останутся только такие числа d. Потому что те числа d, у которых хотя бы одно β и t не меньше двойки, мы их утратили. на них все равно мюант d равняется 0. Согласны, да? Так, товарищи, я сейчас попробую совсем понятно сказать. Вот, смотрите, остались те d, у которых каждая β и t, либо единица, либо 0. Каждая β и t, либо единица, либо 0. Ну, например, остались те d, у которых все вот эти числа равны единице, правда? А сколько таких? Сколько есть чисел d, у которых все β и t равны единице? Это издевательский вопрос. Одно такое число, правильно. Так, вот одно число, вот такое вот. Так, два, b, это одно единственное число, у которого все вообще β равны единице. Так, дальше, какие еще бывают числа? Еще бывают числа, внимание, внимание, у которых s минус 1 среди этих β равно единице, и лишь одно равно 0, какое-нибудь. Бывают, правильно, такие числа d, для которых не все β равны единице, а все кроме одной. Одна равна 0, а все остальные, какая-нибудь одна равна 0, ну, а все остальные равны единице. Понятно? Ну, формально это надо писать так. ν от ps, скажем, 2 в первый, и так далее, ps в первый, плюс и так далее, плюс ν от p1 в первый, и так далее, ps минус 1 в первый. Это понятно? Это вот я перечислил все такие d, у которых ровно 1 β равняется 0, вот здесь как-то равна 0 β1, а здесь 0 равна βs. Но все остальные единички. Так, товарищи, сколько здесь слагаемых? Ну, вопрос на понимание. s, конечно, правильно, правильно, да, да. Есть всего s вариантов, где взять 0. s, конечно, да. А дальше я буду рассматривать те наборы из β1, βs, в которых ровно 2 нуля. Ровно 2 нуля. То есть вот так, давайте я здесь напишу, ν от, скажем, p3 в первый, и так далее, ps в первый, плюс и так далее, плюс ν от p1 в первый, и так далее, ps минус 2 в первый. Это я перечислил все возможные способы зафиксировать два нуля среди s этих чисел. Так, следующий вопрос к аудитории. А сколько здесь слагаемых? c из s по 2, правильно. Есть ровно c из s по 2 способов зафиксировать две позиции среди s, на которых будут стоять нули. Так? Ну, это просто число сочетаний из s по 2. Два места выбираем для нулей, а дальше идти. Вот здесь выбрали первые два места для нулей, здесь последние два места для нулей, а в промежутке какие-то всего c из s по 2. Ну, понятно? Так, и так далее. В конце я рассмотрю другой крайний случай по отношению вот к этому. Знаете, какой? Ну, когда все нули, правда же? Вот давайте здесь будет одно единственное слагаемое, в котором все нули, то есть это не от единицы. Мы взяли все нули, и это одно единственное такое слагаемое. Теперь, что же у нас получилось, товарищи? Давайте смотреть. Это я стираю. Сейчас кто преодолел все эти сложности, тот получит катарсис. Или катарсис. Так. Чему, внимание, чему равняется мю от вот этого числа? Нет, минус 1 веста. Видите, здесь s со множителями, значит, по определению функции Мюнглс это минус 1 веста степень. Дальше, так и напишем, минус 1 веста. Дальше, вот от этого числа, ну, минус 1 вест минус 1, так мы точно по определению. Так, пишем. Минус 1 вест минус 1, а всего таких слагаемых s штук. s штук. Дальше будет минус 1 вест минус 2, это вот здесь, а всего таких слагаемых вест с с по 2, плюс и так далее, плюс мюнглс единицы, это 1. Но читать надо теперь справа налево, чтобы получить то тождество, которое мы с вами доказали. Смотрите, читаем по-другому. Вот эта вот единица, это, конечно, c из s по 0. Ну, согласитесь, единица, это c из s по 0. Вот какое здесь второе слагаемое, если справа налево двигаться? Минус c из s по 0. Минус, во-первых, видите, знаки чередуются, это видно. Знаки чередуются. Здесь s, то есть, здесь s минус первая. Здесь s минус вторая. Здесь плюс, значит, предыдущая слагаемая была с минусом, правильно? Да. Да, она была с минусом. При этом, конечно, коэффициент перед ним вот такое, количество слагаемых в нашей склопке. Дальше с плюсом идет c из s по 0. Минус и так далее. И в конце мы получаем вот это. Вот это вот. Минус 1 в с т и на c из s по 0. Это равняется 0, и теорема полностью доказана. 0, потому что мы это тортистом установили перед этим. Такое вот красивое рассуждение. Сводится к тортисту. Чистый комбинат. Можно комментарии? Да, да, конечно. То же самое можно было объяснить чуть-чуть по-другому, если сделать вот что. Посмотреть на те слагаемые, которые с участием одного из простых чисел, и посмотреть на те, где его нету. Попытайтесь, пожалуйста, это будет спонят. Все понимают, что когда квадрат, это все ерунда. Правда, там нули. Ну, да? Замечательно. Значит, остаются те, где первые степени простых чисел. Отлично. Разбиваем их на две группы. Там, где есть множитель P1, и там, где нет множителя P1. Понятно, что они будут отличаться ровно знаками. Ну, то есть, вот, можно было не выписывать про численность 4? Ну, в принципе, да. Да, да. Да. Ну, не знаю, тортист-то красиво. Можно выписывать, да. Согласен. Так, ну, давайте так. Я надеюсь, что это было до какой-то степени понятно. Больше я точно ничего доказывать не буду. Сейчас я вам сформулирую, собственно, формулу обращения Мюрбиуса для общего образования. Она сразу вытекает из этой теоремы, но это надо доказывать, это нужно некоторое время. Вот такой вот важный классический факт, который называется формула обращения Мюрбиуса, он звучит следующим образом. И он имеет прямое отношение к подсчету циклических слов. Пусть функция F от N задается как сумма по всем делителям числа N значения некоторой другой функции G. Вот F выражена через некоторую G путем такого суммирования, как если здесь была функция Мюрбиуса, но только здесь стоит какая-то произвольная функция G. Вот нам посчастливилось поиметь такую функцию F, которая складывается из значений функции G. Оказывается, что тогда можно наоборот G выразить через F. Тогда G от N, это сумма по всем делителям числа N, Мюр от D умножить на F от N, поделенного на D. Вот такой вот удивительный факт, который на самом деле сразу вытекает из теоремы, которую мы только что доказывали. То есть если F выражена через функцию G как сумма по делителям числа N значения бифункции, то наоборот, значение функции G можно выразить через F, подставляя вот в такую хитрую формулу с функцией Мюрбиуса. Попробуйте это на самом деле доказать. Это в принципе не очень сложно. Это сразу вытекает из той теоремы, которая у нас с вами была. Теорема, которая говорит о том, как посчитать циклические слова, она гласит вот, что T R от N задается следующей формулой. T R от N это количество всех циклических слов длины N над алфавитом из R символов. Вот то, с чего мы начинали. Надо просуммировать по всем делителям числа N. Надо просуммировать по всем делителям числа N. Такую штуку 1 поделить на D умножить на... А внутри скобок снова сумма. Сумма будет по D' делящей вот это D. Мю от D' умножить на R в степени D, поделенная на D'. Вот такая вот грандиозная форму. Ее можно немножко еще упростить на самом деле, но на это у меня точно тоже нет времени. Но это вполне себе конечная формула. Что? А что такое D со штрихом? Делитель числа D произвольный. Точно так же. То есть вот как здесь D произвольный делитель числа N, так же D' произвольный делитель числа D. То есть смотрите, понимать это надо так. Нам задано число N, 12, например. Давайте я разберу пример, чтобы у нас досталось понимание. Вот нам задано какое-то число N, например, равное 12. Какие у него есть делители? Ну, есть делители 1, 2, 3, 4, 6, 12. Это делители числа N. Дальше. Смотрите, D' должен делить D. То есть вот для этого случая D' у нас просто не делится и ничего больше. Для этого случая это уже может быть 1 или 2. Для этого случая 1 или 3. Для этого случая 1, 2 или 4. Для этого 1, 3 или 6. И для этого... 1, 2. 1, 2, 3. А, вот я пропустил, да, спасибо, спасибо, да. 1, 2, 3 или 6, спасибо, да. Здесь 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ну и, собственно, как нам теперь вычислить значение D? Скажите, вот там индексом R, например, D3 от 12. Как мы его вычислить? Значит, надо сначала взять D равные единичке. 1 поделить на 1, это единица, можно не писать. И умножить на сумму по всем делителям, то есть вот по всем таким D'. Значит, у нас будет μ от D', это снова единица, это неинтересно. А дальше будет R, то есть 3 в степени D выделить на D'. D у нас единица, D' у нас единица. Все, 3 и ничего больше. Прибавляем дальше, берем D равные 2, 1, 2, вот она, 1, 2 при D равном 2, на что ее надо умножить. Так, D' у нас стало больше, это 1 и 2. Значит, будет μ от единицы на 3 в степени 2 первых, то есть 3 в квадрате. Дальше будет μ от двойки на 3 в первой степени, то есть минус 3 в первой степени. Следующая слагаемая D равняется 3. Значит, здесь стоит 1 треть. 1 треть. Теперь у нас есть единица и тройка. Единица нам дает опять единицу в качестве μ. значит, будет 3 в третьей степени, и тройка нам со знаком минус дает 3 в первой. Согласны? Так, для 4 подставляем 1 четверть. Для 4 у нас есть 1, 2, 4, то есть это мы получаем 3 в четвертой степени, да? Минус 3 в квадрате, а больше ничего, потому что μ от 4 равняется 0. Вот так. Так, плюс, куда-то пойти, теперь вот сюда, да? Она шестая. Так, для 1 шестой, кстати, все актуально. Вот здесь для шестерки будет 1, 2, 1, 2, 3, 6, да? То есть будет 3 в шестой минус 3 в кубе минус 3 в квадрате плюс 3 в первой. Вот так вот. Вот так вот. Для 1 двенадцатой вот эти вот товарищи не за нулярцы, но от единицы, двойки, тройки и шести. Значит, будет 3 в двенадцатой минус 3 в шестой минус 3 в четвертой. И это цена лица плюс будет 3 в квадрате и все. Фух! Ну согласитесь, это не очень сложно написать. Не так много времени заняло. А вот пойди догадайся с ходом, если не знаешь формулу. Ну формулу я немножко не доказал. Но у меня цель-то была бы рекламировать красивую науку, что-то не доказал там, к сожалению. Послушайте курсеру. Там точно не докажу. Больше докажу. Я даже не это докажу. Я докажу общую формулу обращения Мёблиуса на частично упорядоченных множеств. Если вы знаете, что такое формула включения и исключений, то чудесным образом окажется, что и она является в некотором смысле частным случаем формулы обращения Мёблиуса. Но это уже так, просто вы почувствовали чудесность происходящего. Секунду. Да? Ребята, извините, конечно, не могу удержаться. Да. Что такое последнее слагаемое? Одна в двенадцатая, три в двенадцатой, минус три в шестой, минус три в четвертой. Кто-нибудь есть, кто догадается? Ну? Что это такое на самом деле? Хоть один человек, я тебе не понял. Да. Ну, на самом деле, тут какие-то слагаемые, да? Вот первое слагаемое, три. Вот это... Есть какой-то смысл? Или это так просто написано? Это... Смыслы. Нет, а три это число каких слов? А вот это второе слагаемое. Одна вторая, а три в квадрате, минус три в первой. Это число чего? А, это с... Три, шест... Три, это верное число, чтобы все буквы одинаковые. Правильно. А следующее? С периодом два. Ну да, вот слово период я не произносил вообще. Вот это можно быстро сказать. Помните, у нас было ЦОЦО, да? Это слово, очевидно, периода два. В том смысле, что если вы его сдвигаете по циклу, то оно в себя вернется после двух таких сдвигов. А было слово ЦОЦА. И оно в себя переходило только после четырех сдвигов по циклу. Так вот, минимальное количество сдвигов по циклу, которые возвращают слово в себя, называется периодом этого слова. И совершенно понятно, легко доказать, что у любого слова период является делителем его длины. И вот эта вот внешняя сумма, она на самом деле за то и отвечает. Что мы классифицируем слова по величине их периода. Отдельно рассматриваем те слова, у которых период один, то есть все буквы одинаковые. Отдельно рассматриваем слова, у которых период два, то есть которые составлены как ЦОЦО из одинаковых блоков размера два. Ну и так далее. И в общем, вот таким образом, собственно, доказательства и проходят. Но это уже требует некоторых все-таки затрат, чтобы аккуратно списать. А суть такая, да. Дело именно в величине периода. Период является делителем, поэтому мы можем всю эту технику применить. Такая вот. Ну спасибо, все, наверное, все. Продолжение следует...